МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире первого Ярославского день в событиях. В студии Юрий Соболев. Коротко о главном. Недостроено контроле правительства региона. Дома компании СУ-155 будут сданы. На какой стадии работы сегодня и когда первые жители получат ключи? Сотни тысяч школьных учебников привезли в область. Представители районов забирают новые комплекты. Хватит ли бесплатных учебников на всех? Табачная белокрылка или томатный листовой минер. В регионе борются с тепличными вредителями. Как не лишиться урожая в следующем году? Два долгостроя на тормозном шоссе в Ярославле должны быть сданы в эксплуатацию в октябре этого года. Такие сроки были обозначены сегодня на встрече исполняющего обязанности заместителя областного правительства Натальи Шапошниковой с участниками долевого строительства и представителями застройщика. Речь идет о многоэтажных домах. Литеры 2 и 3 сейчас здесь благоустраивают придомовые территории. Ведутся внутренние инженерные работы. Кроме того, открыто финансирование на достройку двух многоквартирных домов в поселке Дядьково. Литеры 40 и 43. По еще двум на тормозном шоссе и в Дядьково, где работы застыли на уровне фундамента, до октября должен быть разработан график по достройке этих строений. Техника и рабочие здесь появятся уже в следующем году. Напомним, все шесть домов ранее принадлежали Ивановской домостроительной компании, входившей в холдинг СУ-155. Однако, оказавшись на грани банкротства, застройщик бросил объекты. Сейчас работы здесь ведутся силами другой компании, под контролем правительства региона. Хотелось в очередной раз уточнить все-таки по срокам сдачи дома, потому что обещали декабрь 2016 года. На текущий момент есть официальные графики, в которых указано, что срок сдачи декабря 2016 года, срок передачи феврале 2017 года. Сегодня нам заявили, что по рабочему графику дом ставят на сдачу на октябрь 2016 года. Для этого на текущий момент ведутся работы в полном объеме в соответствии с тем рабочим графиком, который был утвержден внутри компании. Все договоры технологического присоединения заключены сейчас. Здесь ведутся отделочные работы. Закончено остекление балконов. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – третий квартал 2016 года. Напомним, строительство здесь началось еще в 2009 году компанией ЯФСК. Однако, впоследствии фирма оказалась недобросовестной. Только после вмешательства правительства региона стройка сдвинулась с мертвой точки. Сейчас все дела также переданы другой компании. Сейчас стоит вопрос уже конкретно о достройке объекта. То есть это окончание отделочных работ, окончание благоустройства, решение вопросов по оплате фактической, по техприсоединению. Все договора на сегодняшний день заключены. Мир безопасности и важное место в борьбе с международным терроризмом сегодня занимает Россия. Именно поэтому наша страна зачастую становится объектом информационных войн. Об этом сегодня говорил депутат Государственной думы Анатолий Гришневиков. Противостоять внешней угрозе возможно только объединив усилия. Федеральный политик уверен, сотрудничать нужно со всеми, кто желает стране добра. Я с гордостью смотрю то, что делает Владимир Ильич Путин, особенно по Крыму и Севастополю. Это просто блестящая была победа одержана. Сегодня у нас внешняя политика сильная, правильная. И во главе внешней политики, я считаю, очень мощный, крупный дипломат Лавров. Это государственник. И поэтому наша сегодня задача, что не только внешняя, но и внутренняя политика должна быть насыщена кадрами. Исполнение основных обязательств в области выплаты заработных плат, обеспечение мер социальной поддержки населения и завершение строительства важных объектов. Основные задачи финансовой политики Ярославской области на ближайшие два года. Об этом сегодня говорили на Всероссийском семинаре совещания в правительстве региона. В Министерстве финансов России сейчас активно формируется бюджетный цикл и система региональной поддержки. В следующем году планируются масштабные изменения в бюджетном кодексе. Проект новой редакции уже в эту субботу на Всероссийском семинаре в Ярославле представит заместитель министра финансов России Алексей Лавров. В Ярославле семинары такого уровня проходят уже восьмой год. И традиционно, чтобы обсудить инновации бюджетного законодательства, они собирают финансистов со всей страны. Сегодня в совещании приняли участие 400 человек из 35 регионов России. Второй год подряд участниками форума становится Республика Крым, которая активно взаимодействует с Ярославской областью. Ярославская область нам очень близка, потому что помогали очень сильно. Мы когда с 1 января 2015 года вступили полностью в российское правополе и заработал у нас бюджетный кодекс, полностью система федерального казначейства, нам было, конечно, тяжело. Мы самостоятельно увидели, сколько мы еще не знаем. И вот спасибо огромное Ярославской области. Они к нам приезжали, помогали, рассказывали, подсказывали, подучили нас. И дальше мы уже работали как бы сами. Вот это мероприятие очень важно с точки зрения, что Министерство финансов доносит до нас те ориентиры, те целевые показатели на ближайшие годы. Изменения законодательства, которые будут в осеннюю сессию внесены правительством Российской Федерации, которые будут приняты до конца года, чтобы все субъекты, все муниципальные образования могли уже сейчас, когда планируют свои бюджеты, уже учитывать вот эти изменения законодательства, которые произойдут по осени. Бесплатными учебниками будут обеспечены все школы региона. Сегодня в спортивном зале школы номер 8 города Ярославля собрались представители всех муниципальных районов области. К старту нового учебного года именно здесь они получают партии книг. К первому сентября Департамент образования области закупил свыше 300 тысяч учебников на 100 миллионов рублей. Следует отметить, это в два раза больше, чем было выделено в 2015. Каждое учебное заведение самостоятельно формирует заявку на необходимые ей учебные пособия. Ограничений не было. Учебники есть по всем дисциплинам, включая два иностранных языка. В связи с огромными объемами раздача груза знаний будет осуществляться в три этапа. Сегодня уже второй, а последняя партия в школы-библиотек придет к середине сентября. Учебники очень нужны. Школы действительно требуются. В школах очень большая потребность в учебниках. И хорошо, что вот сейчас как раз приходят учебники сообразно с заказом. Нет такого, чтобы отклонение от заказов было. Детей становится в школах больше, поэтому количество учебников требуется все больше и больше. Отмечу, централизованные и на поступившие деньги закупаются только те учебники, которые соответствуют государственному стандарту и входят в перечень рекомендованных Министерством образования. Также в соответствии с законодательством все учебники выдаются на руки школьникам абсолютно бесплатно. Ежегодно говорим о том, что в школах не собирают деньги собственные учебники. Чаще всего речь идет о сборе денег на рабочие тетради к учебникам, которые тоже стоят очень дорого. И мы ежегодно говорим родителям о том, что решение о закупке рабочих тетрадей, оно коллегиальное решением родительского комитета родителей вместе с учителем. На почтовом штемпеле появится изображение ростовского Кремля. Сделано это было по инициативе ярославских филателистов. Для того, чтобы его оттиск на корреспонденции можно было поставить в любой день в течение 10 лет, специальный штемпель сделали переводным. В главное почтовое отделение Ростова-Великого оттиск с изображением достопримечательности поступит уже в конце этой недели. Согласно прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в Ярославле будут теплыми, без осадков, в преддверии осени. Такой погодой нужно обязательно пользоваться. И моя коллега Александра Панкратова подготовила анонс, как интересно и с пользой можно провести последние выходные этого лета. Саша, последние выходные этого лета звучат очень драматично, но тем не менее, добрый вечер. Добрый вечер, Юрий. В эти выходные мероприятий не так много, как в предыдущей. Например, но с точки зрения интереса они нисколько не уступают. Пожалуй, одним из эпицентров событий на предстоящих выходных станет День города Рыбинска. Программа весьма необычная. Кульминация торжества, демонстрационный полет самолетов, выступление пилотажной группы Рыбинского авиационно-спортивного клуба на акватории Волги. Завершится День города концертом группы дискотека «Авария» и «Салютом». Однако на этом мероприятия в Рыбинске не заканчиваются. В субботу пройдет этап полумарафона «Бегом по Золотому кольцу. Великий хлебный путь». В Рыбинск съедутся бегуны со всей России, чтобы попробовать свои силы на дистанциях 3, 10 и 21 километр. Свободных мест на старте ни на одной из дистанций уже нет. Напомню, «Бегом по Золотому кольцу» в 2015 году был признан лучшим беговым проектом страны. В Ростове пройдет Кубок Золотого кольца по русской лапте среди юниоров. В соревнованиях примут участие команды центрального региона. Уже прибыли спортсмены с Урала и Сибири. Команды с Юга России и по Волжье также формируют свои делегации. А в воскресенье состоится шоу лаптистов. Это личное первенство. А в Ярославле в выходные с размахом отметят День кино. Календарь мероприятий разнообразный. Так, например, на открытых площадках, в юбиленном парке или у ДК строителей готовятся показы отечественных мультфильмов и кинолент. Отмечу, кинопоказы пройдут на 35 открытых площадках в Ярославле и 15 муниципальных районов области. На Даманском пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Всех маленьких ярославцев здесь ждет анимационная программа, а также показ кинолент. Организаторы рекомендуют брать с собой пледы, горячий чай и кофе. Свою кинопрограмму подготовил и Ярославский музей-заповедник. Вечером здесь будут закрывать большой проект кинолета концертом с историческими отступлениями. Все, кино о Ярославле. Вот так, Юрий, интересных мероприятий много, а значит, последние дни лета обещают быть яркими. В Борисоглебе появится новый тематический музей. Его экспозиция будет полностью посвящена быту зажиточных крестьян. Выставка формируется уже сейчас. Ее основа – борисоглебская коллекция, которая находится в фондах музея-заповедника «Ростовский Кремль». Это гражданская и церковная утварь – предметы быта богатых борисоглебских крестьян 18-19 веков. Сейчас экспонаты перед выходом в свет находятся на реставрации. Кроме того, музей готовится и как площадка для праздников, тематических мастер-классов и интерактивов. Также организаторы планируют реализовать интересный проект под названием «Мой музей. Моя история». Открыть его планируют к следующему лету. Любой человек, любая семья могут здесь, в музее, принести свои вещи, которые им дороги, памятны. Вещи своей семьи или личные вещи. Разместить их здесь, на выставке, и показать, рассказать свою историю этой вещи, своей семьи. Здание для нового музея выбрано не случайно. Это усадьба богатого крестьянина Ёлкина, который проживал здесь в 19 веке. Сейчас этот дом – памятник истории и культуры. Однако, чтобы здание с двухвековой истории приобрело привлекательный облик современного музея, подрядчику пришлось изрядно потрудиться. Объект достался достаточно тяжелый. То есть он был в предаварийном состоянии. И за эти два сезона удалось комплекс ремонта реставрационных работ провести. То есть была значительно усилена стропильная система, перекрытие, внутренняя отделка, ремонт фасадов, усиление фундаментов. Об урожае следующего, 2017 года, нужно заботиться уже сегодня. Этим сейчас озадачены специалисты Россельхознадзора. Они следят за популяцией вредных насекомых, которые регулярно появляются на садовых и овощных культурах. В сельхозхозяйствах и лесах устанавливают специальные ловушки, которые потом отводят в лабораторию. Цена беспечности – потеря 80% урожая. Сегодня вместе со специалистами целый день провела и съемочная группа Первого Ярославского. Это специальные ловушки для вредителей. Сейчас в области проводятся профилактические мероприятия для обнаружения опасных насекомых. В кануносе невредители ищут место для укрытия на зиму. В основном выбирают тепличное хозяйство. В теплицах вредители появляются ранней весной, то есть когда очень жарко становится, и они начинают активно размножаться. И ближе к осени, когда на улице становится холодно, среднесуточная температура становится ниже, они приходят, прилетают в теплицы для перезимовки. Самые опасные насекомые для растений закрытого грунта – табачная белокрылка, западный цветочный и калифорнийский трипс, томатный листовой минер и многие другие. Они могут распространяться с порывом ветра, преодолевать километры на одежде человека. Под угрозой уничтожения может оказаться урожай. Для того, чтобы этого не произошло, сотрудники управления Россельхознадзора проводят профилактические рейды. Вредоносность их очень большая. Поэтому своевременное выявление данных вредителей позволит принять высокоэффективные меры по их ликвидации и по локализации их очагов. Обнаружить опасных насекомых можно только в лаборатории, а поймать только в специальные ловушки. Затем ловушки отправляют на экспертизу. В случае выявления выписывают предписание на уничтожение всего урожая. Александр Рябков, Екатерина Козырева. День в событиях. Первый Ярославский парк развлечений на острове Даманский приглашают 1 сентября ярко и весело встретить новый учебный год большим праздником. Несколько интерактивных площадок, конкурсы с настоящими трансформерами, химические опыты и велопрогулки. О некоторых секретах программы в летней студии первого Ярославского рассказала менеджер по организации мероприятий Екатерина Лимина. А также заявила, у парка развлечений на Даманском появится свой символ. Его презентуют на празднике 1 ярославской сентября. В эфире сразу после нашего выпуска новостей. Ну а пока фрагмент беседы. У парка появится символ парка – пёсик Ярик. Это будет первая интерактивная фигурка. Это как раз и будет пёсик Ярик. И 1 сентября все смогут с ним пофотографироваться и его увидеть. Бегом по Золотому кольцу – это беспрецедентная серия забегов по историческим городам России. В этом году проект расширил свои границы. 20 тысяч участников и ежегодный масштабный ярославский полумарафон. Все события этого бегового проекта – яркие и спортивные праздники с насыщенной концертной программой, площадкой мастер-классов для всех возрастов и много-много сюрпризов. Увидеть его в телевизионном формате можно будет на Первом Ярославском уже 29 августа. Как прошёл забег в Рыбинске, Великий хлебный путь. А 12 сентября покажем уже многотысячные старты и яркие финиши Ярославля. И мы благодарим партнёров нашего телепроекта.